Инструкция по настройке замка Hoga Smart Lock на дверях Torax. После сборки замка Hoga Smart Lock необходимо провести ряд действий. Сбрасываем настройки замка. Для этого открываем крышку аккумуляторного отсека, удерживаем кнопку сброса около 5 секунд и отпускаем, когда услышим инициализация, а на экране отобразится соответствующее слово. Примерно через 5 секунд операция завершится. Далее добавляем пользователей. Замок имеет два уровня пользователей. Администратор и пользователь. И администратор и пользователь могут получать доступ по отпечатку пальца, пароля, карте и лесу. Но администратор также может добавить или удалить пользователя. Он имеет более широкий функционал. Активируем клавиатуру. Нажимаем клавишу звездочка за всем решетком. Так мы входим в меню замка. За всем нажимаем 1, чтобы добавить пользователя, и еще раз нажимаем 1, чтобы ввести пароль. Придумываем цифровой пароль и вводим его посредством клавиатуры. Нажимаем решетку. Затем вводим пароль повторно и подтверждаем его нажатие клавишей решетка. Пароль установлен. Затем замок предложит добавить еще одну метку. Нажимаем 1 и добавляем отпечаток пальца. Прикладываем подушечку пальца к сканеру до тех пор, пока не услышим сообщение об успешном завершении операции. После нажимаем клавишу 1 и добавляем следующую метку – карту. На несколько секунд прикладываем ее к клавиатуре. Готово. Добавляем метку пользователя по лицу. В основном меню нажимаем цифру 1, затем цифру 2. После этого следуем инструкциям, которые будет озвучивать замок. Смотрим в камеру и поворачиваем голову согласно указаниям. Когда установка метки будет завершена, замок сообщит об успешной операции. Затем настроим сторону открывания двери. Для этого выбираем в меню четвертый пункт. В нем нажимаем цифру 1 для установки реверса. После нажимаем цифру 1, если нам необходимо установить замок на левостороннее открывание, или цифру 2 для правостороннего. Замок автоматически сохранит настройки. Через техническое меню также можно настроить автозакрывание замка. Для этого выбираем в меню четвертый пункт. В нем нажимаем цифру 3. Далее, если нам необходимо активировать автозакрывание, нажимаем цифру 1. Если нам необходимо установить автозакрывание замка через определенное время, выбираем в техническом меню пункт 4. В нем выставляем время в секундах, от 3 до 30, и нажимаем решетку для сохранения настроек. Изменим громкость звука замка. Для этого входим в основное меню с помощью пароля администратора. Выбираем третий пункт меню. В нем нажимаем цифру 2. Далее, используем нажатие на единицу для того, чтобы прибавлять громкость, а двойку, чтобы убавлять ее. Настройки будут сохранены автоматически. Можно выходить из меню. Установим дату и время. Важно, что при синхронизации замка с мобильным устройством, дата и время выставляются автоматически, посредством копирования с телефона. Сейчас рассмотрим ручную установку. Входим в меню с помощью пароля администратора. Выбираем третий пункт меню «Технические настройки». Затем нажимаем цифру 1. Замок продемонстрирует дату, установленную в данный момент, и даст возможность ввести новое значение. С помощью цифровой клавиатуры устанавливаем дату в формате год, месяц, день, а затем время. Настройки будут сохранены автоматически. Переходим к настройке замка с помощью смартфона. Перед началом настройки скачайся на смартфон приложения у SmartGo, Substore или Google Play. Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем с помощью номера телефона или почты, следуя подсказкам на экране. Убедитесь, что на смартфоне включена Bluetooth и геолокация. В приложение нажимаем кнопку «Добавить новое устройство». Далее подключиться через точку доступа Wi-Fi. Сверните приложение и зайдите в стандартные настройки Wi-Fi на устройстве. Выберите точку Wi-Fi с именем CloudHome и дождитесь подключения к ней. После этого вернитесь в приложение uSmartGo и дождитесь, когда оно перейдет на следующую страницу. Добавьте домашнюю сеть Wi-Fi и укажите пароль. Связь электронного замка и приложения устанавливается. Установка завершена. Теперь вы можете установить часовой пояс, пароль доступа и доступ к геолокации прямо из смартфона. Для просмотра видеозаписи с камеры замка в онлайн-режиме активируйте опцию «Активный просмотр». Заму готов к эксплуатации.